здравствуйте друзья здесь димитко юрий в понедельник я рассказал о том что вот будет встреча в париже нормандская четверка и там я ожидал что будет затронут вопрос о газе он был затронут вот и я ожидал что будут достигнуты какие-то договоренности и связи с этой встречи было даже отложено заседание совета директоров по газпрому то да и я сказал что я рассчитываю на рост акций газпрома и я показал что я что я сделал я купил акции газпрома с плечом и с другой стороны я на срочном рынке купил кучу опционов и на рост чисто акций газпрома и я ожидал роста вот и на следующий день ну то есть встречи вот это завершилась поздно ночью когда биржа уже была закрыта естественно даже срочный рынок и на следующий день прямо на открытии биржи я в прямом эфире показывал что происходило но оказалось что ничего не произошло и я предупреждал что это крайне рискованная ну как бы я веду крайне рискованную игру и соответственно просил не повторять за мной вот что случилось вы видели в понедельник я в прямом эфире посмотрел ничего не произошло с акциями газпрома поэтому все позиции которые спекулятивные были закрыты но с акциями которые с плечом были куплены они были куплены накануне еще газпром в момент прямо в прямом эфире вы видели что он немножечко подрос я передвигал там стоп лимит и и акции уже были в без убытки куплены которые с плечом ну а те опционы они просто не выросли в цене которые я купил накануне и соответственно я их просто закрыл все и вы думаете я успокоился ничуть дело в том что ну во первых конечно же по газпрому до договоренности не было достигнуто но заседание совета директоров она была отложена и сегодня она произойдет и в окне с новостями я нашел новость о том что но какой-то аналитик там по моему из алора предполагает что ничего не произойдет они напустят тумана и все произойдет 24 декабря он пишет поэтому я в общем то что сделал давайте взглянем на график вот дневной график газпрома так вот здесь вот где-то было да это словесная интервенция путин он немножечко вырос потом он немножечко упал потом посмотрите какой характерный график есть рост потом идет коррекция потом значит затухание и вот она ну если строить линии вот эти так любимые людьми которые занимаются всякими паттернами то здесь можно увидеть паттерн ну вот как-то вот такой вот то есть практически флаг то есть понимаете да что значит отсюда выход либо очень достаточно резкий верх и либо достаточно резкий вниз может быть как можно на этом сыграть но прежде всего если будет достаточно резкий выход вверх то можно поставить вот здесь вот стоп лимит на покупку а здесь стоп лимит на продажу это первое что можно сделать да здесь вы видите это не график акция график фьючерса я надеюсь вы понимаете вот ну он повторяет акции но не не вполне что сделал я я сделал опционную стратегию которая называется кондор которая в отличие от той стратегии которые я на рост то сейчас стратегия отнюдь не на рост сейчас стратегия на то что если акции изменятся очень сильно в ту или иную сторону в любую причем то я получаю прибыль если акции не изменятся то я ничего не получаю но что самое интересное что я ничего не теряю то есть я ничего не вкладывая хочу получить прибыль вот так на и такое тоже возможно ничего не вкладывая получить прибыль а прибыль достаточно большая это опционная стратегия и это опционная стратегия называется кондор вот ну он у меня немного модифицированный и так что я сделал я сделал следующее посмотрите вот сейчас ой он уже подрос немножечко вот здесь вот был на когда фьючерс газпрома был на отметке 24750 я продал два опциона опцион put и опцион call ну сначала два продал по два опциона put и call потом еще по одному продал эти опционы почему их продал потому что они дорогие и на вырученные деньги я купил 4 опциона put со страйком 24 500 и купил 4 опциона call со страйком 25000 4 опциона то есть практически денег хватило то что я продал по 3 опциона я получил деньги и эти деньги они уже ну как бы мои но в случае если резко уйдет цена в сторону то потери не ограничены при продаже опционов я об этом говорил на курсе биржи для чайников поэтому для того чтобы закрыть эти потери я покупаю еще по четыре опциона put и call соответственно но с одной и с другой стороны и давайте посмотрим что дает эта стратегия сейчас я вам покажу вот она это стратегия вот видите вот здесь красненькая линия это доходы в случае если цена пойдет вот здесь вот синяя линия это текущая цена цена страйк было но чуть смещена она сейчас чуть-чуть увеличилась я вложил то есть вот мои расходы мои убытки потенциальные посмотрите в районе нуля прибыль в принципе не ограничена куда бы они акции не ушли вот но смотрите что получается я продаю опционы put и call значит дорого потом продаю опцион но с одной стороны put с другой call и эти опционы ну практически за те же деньги и что я выручил от продажи опционов по цене текущей я вложил эти деньги и соответственно те опционы будут расти а так как тех опционов которые на рост или на падение больше то соответственно в случае падения цены я в плюсе и либо в случае большого роста цены я в если ничего не произойдет то в общем сказать я буду но в крохотном минусе максимальная здесь что я могу потерять но это если доживу до момента экспирации то минус 500 рублей вот но если я 17 числа закрою за день до экспирации то в общем сказать мои потери будут максимум 100 рублей так ну то есть понимаете да что 100 рублей потерять как бы ничего страшного и здесь есть в случае если он до 27 он может вырасти 1500 рублей я заработаю ну и если он упадет то также 1500 вот такая стратегия кондор я очень благодарю олега куракова который мне помог с этим делом мы с ним очень сильно консультируемся и тесным взаимодействием он примерно вот то же самое делает мы договорились вместе это дело разрабатывать ну кстати вот индикатор percent williams williams показывает что скорее будет рост чем падение но это ничего не значит что у меня с нотами но ты у меня очень интересном состоянии сейчас вот по этой ноте которые я самую первую открыл но до номер один от 30 10 я говорил что я уже получил первый купон по второй ноте но то номер три которая на 150 тысяч рублей я тоже получил первый купон и но то номер один которая вторая открыта я получу первый купон где-то двадцать первого декабря что я могу сказать что все акции сейчас вот здесь все четыре акции по номер один и в первом варианте и который но то я второй открыл они все находятся сильно выше уже чем порог отзыва то есть и но с большой вероятностью но то будет закрыта я получу очередной купон и но то будет закрыта что меня печалит то что вот это вот нота которая вот ближайший выплата купона она находится на иисе я ее снова но в нее перезайду скорее всего и все я-то надеялся вот на эту ноту что она будет закрыта и я все деньги переведу на иис но она посмотрите 30 10 30 10 и здесь очередная дата выплаты купона будет там 30 декабря буквально и если я успею перевести деньги на иис то успею если нет то нет но если нет то придется искать 300 тысяч которые собирался вложить из других источников но это немножечко печалит вот ну а здесь уже мы здесь уже на иисе закроется не закроется здесь уже не так важно там уже все сделано сегодня я еду на в открытии брокер там будет очередной семинар посвященный тому что санкт-петербургская биржа открывается сейчас становится доступно всем клиентам открытие брокер даже на иис то есть на иисе можно будет покупать акции иностранных компаний через санкт-петербургскую биржу там будет председатель санкт-петербургской бирже выступать и кто-то еще и будут рассказывать про перспективы американского рынка как они их видят я как всегда надеюсь что буду вести запись и скорее всего я об этом но буду рассказывать но на сегодня все спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк подписка как всегда колокольчик с вами был демитков юрий до встречи